Я приветствую всех вас, дорогие и славные мои подписчики, неравнодушные гости, а также мои любимые и верные друзья, кто всегда со мной. Спасибо огромное вам, что помогаете освещать разного рода такие животрепещущие истории. В общем, погнали! С вами я, принц Сурель, и расскажу я сегодня о такой ужасном событии, которое произошло вчера ночью в городе Москва, а именно жестокое избиение парня, ну и девушки. И опять в центре внимания мигранты, дорогие друзья. В общем, предыстория такая. Молодая влюбленная пара, значит, парень и девушка гуляли по улице, разговаривали, как ни в чем не бывало, на отвлеченной темы. Кстати, они, в общем-то, без пяти минут как поженятся. И ни с того ни с всего на парня набросился некий человек южной внешности. Как выяснилось позже, он уроженец Таджикистана, приезжий, он приехал сюда на заработки. И ему как-то показалось, что молодой человек на него как-то не так посмотрел, чем вызвал у него какой-то гнев. Ну и затем вот этот вот обиженный и оскорбленный начал избивать молодого человека. Тут же за него вступилась девушка. Потом девушка упала, молодой человек снова встал, начал заступаться за девушку. Но затем вот этот вот изверг нанес удар молодому человеку так, что у него оказался открытый перелом верхней челюсти, сколовых костей и перелом основания черепа. Девушка, так сказать, испугалась. Она убежала и вызвала полицию. Вот этому Таджику не удалось, конечно, догнать. Вот, в общем, в настоящее время парень лежит в коме без сознания. За его жизнь борются лучшие врачи. И вы понимаете, да, что происходит. И что мне вообще хочется сказать? Нужно в срочном порядке, я уже неоднократно говорю и буду говорить, ужесточать миграционную политику, чтобы этим мигрантам было неповадно. Допустим, нарушил что-то, раз, депортировать. Допустим, даже за какое-то незначительное нарушение, там, допустим, ну там, ладно, можно, конечно, как-то это понять, но тоже нужно ограничить до пяти лет. Избил кого-то, без права на выезд, пожизненно, все, депортировать и дать срок. Это что такое вообще? До каких пор будут беспределить эти, ну не знаю, просто неандертальцы какие-то? Мне вот просто жалко, что в нашей стране русский человек не может за себя постоять. Да коли это будет, я обращаюсь к правительству, я обращаюсь к министру иностранных дел Лаврову, который все время, так сказать, озабочен тем, как надо сделать партнерскими отношениями между другими странами, как надо задобрить другие страны для того, чтобы к нам хорошо относились. Да к нам не будет никто хорошо относиться, потому что мы не уважаем даже себя. У нас народ живет в нищете, его постоянно грабят. Люди не могут устроиться на работу, даже здоровые люди, я уж не говорю там про каких-то вот людей с ограниченными возможностями, не имеют возможности трудоустроиться. До каких пор вы будете сюда вот этих вот животных пускать? Сколько это будет повторяться? Нельзя такое вообще допускать, надо делать так, чтобы они за это все отвечали, за свои действия, по всей строгости закона. Если они будут так вот делать, ну, конечно же, срок до 20 лет лишения свободы без права на въезд в Российскую Федерацию. Они уже распустились у нас, они уже чувствуют себя как хозяева, забывая о том, что они у нас в гостях, а не дома. А русские граждане не могут трудоустроиться, в нищете живут. Зато мигрантам платят по 50 штук за то, что они там охранники в магазине Ашан или Пятерочка. Это что вообще такое? А русским платят 20 тысяч рублей. Это вообще где такое, где такое видано? Да мы живем в самой богатой стране в мире, и у нас такая вот политика против своих граждан. Ни в одной стране мира такого нет. Посмотрите, например, вот Швейцария или Люксембург. Там стараются только для своих граждан. Миграционной политики там вообще нет, там очень строго с этим. Из вот этих вот стран с Африки там или с Узбекистана не пускают туда. Есть негласное предписание. Даже на законодательном уровне это уже оформлено. Потому что они знают, что от этих мигрантов никакого добра нельзя ждать. Ну что, дорогие друзья, мне остается пожелать выздоровления парню. Чтобы у него было все хорошо, чтобы он поправился, пришел в себя. А этого ублюдка просто дать ему двадцаточку. Чтобы он подумал над своим поведением. Да хотя, в принципе, думать они не могут. Это самые настоящие животные. С вами я, Принц Сурьель. Увидимся в следующем видеоролике. Кстати, дорогие друзья, не забывайте писать свое мнение, что вы думаете об этой ситуации. Какие меры стоит предпринимать, для того, чтобы не было подобных ситуаций. С вами был я, Принц Сурьель. Спасибо вам огромное. Если вам будет нетрудно, можете помочь моему каналу, мне, на лечение, на какие-то личные нужды. Потому что у меня сейчас очень тяжелая жизненная ситуация. Огромное всем вам спасибо. С вами я, Принц Сурьель. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok